Привет, друзья! С вами сегодня ESSmart, и мы сегодня рассмотрим прошивка планшета. То есть у нас это Samsung Galaxy Tab 370 SM-T211. Как его прошить, этот планшет, я вам сейчас наглядно расскажу. Перед прошивкой, конечно же, вам нужно скачать Odin и USB драйвера. Мы будем прошивать с помощью Odin и, конечно же, саму прошивку скачать. Я буду прошивать, конечно же, удаленно, то есть удаленному пользователю. Как это прошить, я вам сейчас покажу. Предварительно, конечно же, все у вас должно быть готово, но так как я буду прошивать удаленно, то есть моему двоюродному брату, который живет очень далеко, я ему буду прошивать этот планшет. И, конечно же, я ему буду подсказывать, что делать. Ведь если он не будет знать, как это делается, в основном нужно, конечно же, личное участие, то есть быть на том же месте, когда он прошивает, все наглядно видеть. Но я по инструкции ему сказал, что делать, и, конечно же, он, я думаю, сумеет прошить. Просто я буду удаленно подключаться и прошивать это его устройство. Давайте же зайдем в гугл. Если он смотрит это видео, конечно же, мой родственник, твою родную, то я передаю ему привет. Привет тебе, мой друг. Давайте же наберем просто SM-T211. Набрали и просто видим вот 370. То есть все правильно. SM-T211. Нам нужно именно он. Конечно же, вы, возможно, не будете знать, какое именно. Но вот я захожу на FOPDA, это четвертая ссылка. И мы видим здесь раздел. То есть вот у нас прошивка. То есть обсуждение здесь. И мы выходим именно на прошивку. Нажимаем галочку на прошивку. Обязательно, конечно же, здесь зарегистрировать, чтобы скачать Один и драйвера. Вот драйвера и утилиты. Как видим, 307. Но, конечно же, я буду... Можно прошить и более поздние версии прошивки. Скачиваем Samsung USB драйвера и Один. Также скачиваем 307. Обязательно зарегистрироваться, конечно. И после этого ищем прошивки. И вот, как видим, официальные прошивки. SM несколько моделей. Как видите, SM-T211 3G. Нам нужна именно эта прошивка. Ищем. Есть, конечно же, однофайловые и многофайловые сервисные прошивки. Сервисные прошивки нужны, если у вас что-то не работает с устройством, какие-то проблемы, можно прошить и сервисные версии прошивок. Но мы, конечно же, выберем 4.4.2. Так как у этого пользователя, конечно же, 4.1.2 Jelly Bean, то мы будем прошивать сразу на KitKat. То есть, более позднюю прошивку. Давайте же скачаем. Самое актуальное для России, это, конечно же, вот это. Также вы можете посмотреть Samsung Update. Если вы хотите поискать там именно прошивку, можно вот здесь скачать, через облако Mail.ru и скачать, конечно же. Здесь, конечно же, все расписано. Ссылки, конечно же, я выложу в описании. И вы можете скачать все это. Как видим, здесь последняя прошивка T211. Это у нас, допустим, Ctrl-F наберем. Видим. Это у нас, конечно же, 2015 января 2015 года. Но здесь, конечно же, не ясно какое. Здесь версия прошивки 2014. То есть, возможно, там даже свежая. То есть, BOA3. То есть, а здесь у нас BNI1. Но я прошивал более ранее. Ну что ж, ладно. Ну, 4.4.2 у нас прошивка. Здесь более, конечно, ранее, но здесь более позднее. Допустим, дальше, если наберем, то мы попадем на более... Вот, BNG. То есть, это у нас 1.9.2014 года. Я этой прошивкой прошивал. А вы можете скачать отсюда более позднюю версию и прошить. Ну что ж, вот более поздняя версия. Скачать отсюда. Ну что ж, давайте же прошим его телефон. Предварительно, конечно же, вы должны ваш планшет полностью выключить. Зажать три клавиши. Клавишу уменьшения громкости, клавишу Home, центральную. И клавишу включения. Держим три клавиши. Зажимаем три клавиши. Как видим, планшет включился. И видим клавишу увеличения вверх. То есть, нажимаем клавишу увеличения вверх. Подключаем через кабель USB к вашему компьютеру. Именно с задней стороны системного блока. Подключаем именно туда. Конечно же, я пользователю тоже предупредил, чтобы он так же подключил, как я ему сказал. И кабель, конечно же, используйте оригинальную. Не китайскую какую-нибудь. Ведь мы прошиваем планшет. Таким образом, можно, конечно же, и убить ваш планшет. Теперь, конечно же, я подключаюсь через удаленный Teamweaver. Обязательно у вас должна быть установлена Teamweaver. И я буду подключаться. Как мы подключились, заходим вводим. Обязательно заходим вводим. И видим вводим компорт. То есть, загорелся. Значит, у нас телефон видит. Обязательно поставьте Samsung USB драйвера, чтобы увидел. Теперь, мы выбираем PDA или AP. Возможно, у вас будет AP называется или PDA. Здесь, конечно же, AP. Теперь, выбираем ваш файл с прошивкой. Файл с прошивкой обязательно должен быть распакованный. То есть, обязательно должен быть с архива извлеченный. Потому что он в архиве скачивается. И выбираем его, этот сам файл. Выбрали его. Теперь, после того, как выбрали, нужно подождать некоторое время. И после этого переходим к прошивке. Как видим, я удаленно на этот компьютер подключился и прошиваю. И наблюдая за этим. Нужно, конечно, немного терпения. И ждем. Ну что ж, надеюсь, я вам помог прошить этот планшет. Вы также можете прошить свой планшет. С вами был Есес Смарт. Еще увидимся. Подписываемся, ставим лайки. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok